Вы можете задавать вопросы, я думаю у нас есть время на несколько вопросов. Да, пожалуйста. Чисто на визуарном уровне мне запомнилось, когда вначале приводили список, в котором был абиогенез, атропный принцип и панспермия, то это, я так понял, были разные понятия, которые в чем-то друг друга исключают, да? Ну, это просто список случайных идей, которые имеют отношение к происхождению жизни. Я считаю, что все эти идеи в определенном смысле правильные. Просто, если мы пытаемся ответить на вопрос абиогенеза с точки зрения парина, который просто хочет сделать пробирку, потрусить ее, нагреть, пропустить молнию и получить жизнь, у нас не получается. Точно так же у нас не получается в лоб использовать эти гипотезы. Но в определенном смысле они верные, я считаю, и являются составляющими целостной более сложной картины. Я хотел спросить, а в чем, собственно, противоречие между абиогенезом и панспермией? По-моему, эти картины имеют... между ними нет противоречия. И по вкусу тоже помогают. Еще? Да, пожалуйста. А что будет, если употребить в пищу хиральный антипод белка или углеводом? А что будет, если употребить в пище песок? Ну, то есть он просто... На самом деле я не медик, я не биолог, я только строю свои предположения, но я предполагаю, что просто он у тебя не усвоится. То есть, скорее всего, твоя желудочная кислота его разложит на аминокислоты, но твои хиральные ворсинки кишечника не станут с ними взаимодействовать, потому что... Потому что сложные вещества химические, которые имеют хиральную природу, имеют хиральную селективность и не взаимодействуют с... В общем, имеют хиральную селективность и взаимодействуют по-разному с хиральными антиподами. Я думаю, нам можно переходить дальше. Спасибо большое.